Доброе утро всем! Доброе утро! Здоровенькие были! Ох как! Ребятки, сегодня мы узнали, что это день ковуна. Представляете? И решили вам показать наш ковунчик, который мы с дачи привезли. Посмотрите, какое это чудо. Там кокоры, мало косточек. Вот это темный, вы описали, как он называется. Да, это именно он. Очень сладкий, очень плотный. Да? Мы вчера еще начали, а сегодня уже думаем, ну, красотами. Вчера мы перед днем рождения, ну, крошки скушали и так, и побежали. И наша красуня, кукуруза! А к чему мы включились именно в таком ракурсе? Мы же вчера были на дне народжения, да, нашей дочки. Ребят, что я вам скажу? Она умничка в том, что она не готовила дома, у нее была круглая дата, она не готовила дома. Ну, и с дороги, и с моря. Да, да. Короче, она перед днем рождения, за полчаса звонит мне, мам, выгляни в окошко. Я сделаю эту видеосъемку, потом вам покажу, куда мне нужно было смотреть. Короче, в параллель нашего балкона стоят два дома. Я думаю, ну, дома и дома люди живут. Она говорит, мам, я машу рукой. Я говорю, дочь не вижу. Мам, я машу рукой. Короче, она между домами стоит и машет рукой. Я говорю, и что? Мам, сюда иди. И я говорю, Жень, я так думала в кафе, она говорит, мама, иди сюда. Мы же думали хуторок, а то рядом с хуторком. В общем, частный сектор, живут люди. Построили себе хороший коттедж. И сделали площадку для, ну, скажем, пикниковую зону. Вот, пикниковая зона. Что в неё входит? Мангалы, бассейн, сауна. Ну, это всё, крыто всё. Короче, как, ну, типа дом, но с большой верандой. На веранде стоят столы, мангалы отдельно, дым не идёт. Вот, и к этому всему твоя кухня, твоя посуда, то есть ихняя, ихняя. Ты можешь руководить сегодня вот этим делом. Снимаешь почасово, сейчас скажу цену. Кухня оснащена мойкой, холодильником, плитой, посудой, стаканами. В общем, стулья, столы, всё-всё-всё, вплоть до салфеток. Всё это есть. Почасово снимаешь эту зону. В общем, она с пяти до девяти заплатила тысячу гривен. Вот, потом хочешь сидеть, платить 200 гривен час. Сауну включаешь, либо не включаешь. Ну, в общем, нам понравилось. В общем, нам-то мы в бассейн вчера искались. Витя побежал за купальниками, я же не в курсе дела. Думаю, ну, фонтанчик там какой-то в кафе. Она говорит, мам, бассейн. И мы бегом с внучкой заныривали. Там, волейбол морской Витя играл, я за мячом бегала. Водный, водный волейбол, прекрасно. Сваты, друзья. Я порадовала меня молодёжь, ребята, взглядами на жизнь. Знаете что? Они, конечно, разношёрстные, очень разные. Понятно, мы все разные, это факт. Но дети мудро сейчас рассуждают. Разговаривали о детских домах, о лишённых семьи детях, об отношении родителям с детьми. Были тосты за... Выпьем за родителей, которым одним словом было сказано, но я прослезилась, Женина подружка говорит, выпьем за родителей, которые нам дали всё. За этим словом всё. Оно коротенькое, из трёх букв состоит, но за этим словом всё стоит всё. Не просто то, что там квартиры, деньги, сапожки, джинсы. Жизнь. Прослезилась опять всё. В общем, что, мы на позитиве, нам очень всё понравилось. Было немного, но было всё вкусно. Лишнего не было. Она молочага, она продвинутая в этом деле. Лишнего нет. Всё так мяско, лавашики, салатики, бутербродики. Всё подъели, ничего не осталось. Мы ушли сытые, довольные. Мама подплясовывала. Молодёжь как-то не дужа. Ну, а я ж по этим делам. Я начала, куда мы заходы, там или приглашены, или мы идём в этот... А здесь танцуют, здесь танцуют. Не подвигаться, потому что сидеть, это... И я люблю двигаться. Сидишь, себя кидаешь, кидая, потрясти, ну, это святое дело. Короче, очень хороший вариант, вот люди, даже Сфаха мне говорит, это специально так. Я говорю, молодцы. То есть они не просто живут, они ещё и зарабатывают деньги. Они вложили в этот, скажем так, да? Да, ну, это у каждого... Вложено немало. Хочет, и хочет. Очень достойно, ну, как всё, ремонт обалденный. Плитка, всё под дерево, потолки. Я никогда не люблю осуждать людей. Я только за тех, кто умеет заработать, правильно? И никогда не считают чужие деньги, там, кто как это. Мне очень понравилось. Короче, очень обалденный вариант. Это здесь у нас называется дубки. Там сауна, люди часто отдыхают. Вот, и дело в том, что день рождения мы отпраздновали, отдохнули, позитив, отличное настроение. Ночью дождик, расскажи про погоду. Дождик, я ночью проснулся, дивлюсь, Боже. Ты в четыре встал, что-то покушился. Мы лакошки тут, в четыре утра. Ну, я же до света встаю, пройдусь, там нету. Бога, пробежусь, там пройдусь. Нет, первая часть тебе надо аккуратно, надо беремся. Ходить быстро, да, ну, не бегать. Ну, кто такое. Ну, как трусой для меня прекрасно. Я вижу, Боже, и сегодня день такой, вот я вчера был, вот так комфортно сегодня, 25. Послежело очень хорошо. Уже было 34. Просто не возьмут духовка. А сегодня ходишь, прекрасно отдыхаешь, да, именно комфортно, именно хорошо. Да. И день кукурузы, и день кукурузы, у нас кукурузы, кукурузы. Так, вообще, обалденно. Витечка с утра наварил, люди, такого бульона, Божечки. Эх, такой тут запах стоит. Плохо, что камера, и Юля говорит то же самое, плохо, что камера не передает запаха. А я еще, ну как, мы кофе утром попили, утром мне Витя сварил яйц с мяточку. Наварил кофейку, пока я дремал, а он тут ходил хозяйчик. А если у него была в молодости такая прибаутка, они где-то с друзьями ходили, ну как в молодости, где-то там что-то подвыкли, где-то посидеть, и у них картавил один парень, и он это самое, что-то там, кто-то разбил бутылку, не буду в подробности, разбили бутылку с водкой, а один псих вот этот, который мало, ну, шепелявит много букв книг, выговаривает, картавит, он говорит, и что оно крутилось? А вот это Витя крутился с 4 утра, и что оно крутилось? Ну, я привыкла к шуму, поэтому, ну, пытаясь не обращать внимания, как-то ушла в сон до 6-15, это, это, это... Всегда, у нас сейчас всегда 5-15, у меня 5-15, и это был подъем. И что оно крутилось? Ну, Витя, такой бульон еще мне сварил, божечки. Там чего только нет, и перец болгарский, и перец острый, и помидоры, и чесночок, и лук, и лаврушка, и укроп, и... Укроп, веничек или веничек, я не нравится. Помидорину самую большую выбрала, она такой цвет дала, знаете, как, ну, такой, я не знаю, ну... Нежно-розовый, полпетушка, короче. Все секреты рассказала, сказала, не будем про петушков рассказать, много едять. А, и по... и пропало. Да, и все пропало. Вот, мы же собираемся, ребята, на встречу в арбузинке, у нас будет... Гарбуз, мото-горбуз. Мото-горбуз. Это встреча всех байкеров и мотоциклистов. Мы туда едем, вот, сейчас гуглила, пыталась найти чего, куда и как, потому что я же такой человек обязательный. Мне надо взять с собой палку колбасы, кусок сала, помидор-огурцов, какой-то напиточек, скажем, неизвестно какой. Цебули. Цебули по-любому. Картохи. И поэтому, думаю, что брать, что не брать. Хочу загуглить, пока не получается. Но я сейчас выйду на людей, нужных мне. Ну, там, я так понял, что там въезжаешь, там, из мотоциклиста 250 гривен, из пассажира 150 гривен. Ну, я думаю, там будет и шурпа. Уха, шурпа это будет, ну, а меня интересует палатка там какие-то, но все равно какие-то. Ну, в общем, надо гуглить. И мы туда едем, мы едем первый раз, поэтому для меня это новшество. Вот я колбасы. Колбасы нет, я так сказала, сала возьмем, мы сала возьмем, колбасы нет. Консервы возьмем, я же купила опять тех акционных, хороших, рижских. Советую, ты их кушал. Палатку возьмем. Палатку, матрасы, все-все-все. Вот, подушечки у нас куплены. Короче, нас трое суток, мы будем, да, пятница, суббота, воскресенье, наверное. Там шестое по восьмое, да. Да, вот, и это самое. В общем, мы едем сами, не знаем куда, но меня это еще больше завораживает и настраивает на такую волну, что я этого очень хочу. Для меня все новое, все интересно, все познавательно, все... Человеку, наверное, это свойственно, лезьте туда и думать, боже, а что же там? Вот так сейчас такая же ситуация. Что оно там будет? Да, и трешка должна быть, как-то именно ты неожиданность, она экспромт всегда, она прекрасна, всегда это. Я считаю, там люди приедут те, что именно... Ну, на одной волне мысли. Родственные души, да, я так скажу. На одной волне, я думаю, такие же трошки не с того, как и мы. Но меня это радует. Даже, кстати, молодой мальчик вчера на дне рождения заметил. Ну, мы так и общаемся, и то, и все, и сваты сидят, все ж, и зять, и дочка, и внуки, и все. А он говорит, что-то вы какие-то вот прям не по годам, вы, наверное, зажигаете, ну, а то... Ну, а расскажите, мы ему так... Вот так, ну, то есть оно видно. Я не рисуюсь, ребят, не, ни в коем случае. Я очень рада, что мы сейчас на такой волне светились, что не по годам мы немножко сошли с рельсов наших циферок в календаре, и не жалеем нисколечко, и советую вам тоже, не обращайтесь... Я не жалею ни о чем, осел фундамент креп под дом, а то, что понято с трудом, то мне дороже... Вот истина, истина в этих словах. Поэтому вот такие у нас, ребята, у нас сегодня такой контент разболтушечный, то есть мы поболтать. Именно делимся эмоциями о вчерашнем и делимся эмоциями о будущем. В общем, на радостной нотке, походили по городу, скупились там, но опять-таки такое, расскажу прям, две пачки соли, горького перца, да? Мне говорят, перец надо брать, потому что перец сосыла, надо брать. Что мы еще взяли, не помню, какие-то моющие мы взяли. Что-то такое, буквально по мелочи, не особо, просто мы прошлись. Хлеба, хлеба черного хлеба. Ну, видишь, черный хлеб. Я люблю черный хлеб. Вот, и все, вот такое у нас отличнейшее настроение. Повода отличная, дома хорошо. Сегодня, ребят, я не успела снять картину. Витя просто был не так одеть, сами понимаете, мы дома. Он сегодня мои цветочки подвешивал, потому что пледи уже такие низкие. Они у меня обои, скажем, рифленые, и двойной скотч не держит. То есть они, нету клейкости. И Витя мне сделал свою конструкцию, он же у меня строитель. Кулибин врожденный. Умеет все, знает все, придумает. Он ночь не будет спать, придумает и сделает то, что именно вот изюминка. И в это время, когда Витя стоял на столе, делал крепежи, Степа бедный, он на износ работал. И так, и он не понимает, что происходит. А нитки для Степы, это все. Если он не видит нитки, у него глаза расширяются, зрачки становятся золотыми, черными. И винлетит на всю нитку. И тут Витя с нитками, а он не при делах. Короче, такая картинка. Он сюда лапками встал. Я бегом за камерой, потом вижу Витя, ну, не так одет, сами понимаете. И он этими лапками до той нитки, скажу, глянь, два строителя на одном столе. Это было чудо, да. Ну, не смогла запечатлеть. Но хоть рассказала. Это было очень красиво. Степа какой огромный. Он на пол стены лапами тянется, за той ниткой заглядывает. Что ж там происходит без меня, я вообще не понял. Ой, короче, вот так. Нам весело. Витя дома, видите, у меня совсем другое. Не, ну, когда его нет, я тоже, ну, скажем так, не молчу. Но нет такого, ну, наткнения, какого-то желания чего-либо. А сейчас вот хочется вам все рассказать. Думаем спеть. Сейчас подумаем. Ну, а в данный момент просто рассказали о нашем настроении. Сейчас вы что покажете. Домите, да? Да, да. Я сейчас тут не включу, не покажу. Да, да. Очень хорошо там, очень хорошо. Главное, что... А я Полину, внучку, подвела. Говорю, да что, роман наш балкон. Ба, точно, ага, его так видно тут, да, видно. Рассказала мне, как она отдыхала. Как она с маской ныряла в море и искала крабиков. Крабиков поймала пять крабиков. Подловила крабиков. Я говорю, что ж ты... Ну, бабушка, конечно, они же живые. Ты что? Она для... Ну, у нее животное это... Тараканчик, жучок, бабочка. Это для нее, как и для Жени в свое время. Червячка, дождевая, дождевая, червячка. Она говорит, что мама, вот этот червячок же, он залезет в норку. А дома у него нет ни креселка, ни телевизорика. Как ему одиноко, бедному в том домике. И уже, да, о чем вообще. У червячка креселка, да, и у нее такая была, ну, в душе. Ну, как же этот червячок бедный будет. Как же он живет, чем же он грабуется. Как мне его жалко, этот червячка. И Полинка такая же. Она жучка, червячка, никогда. Да, та, это же для нее, ну, такая она, щебетушка, щебетушка. И художница у нас. Растет, растет, выросла. Очень часто эти косички ей понавязывали. Но такая красунька уже. У нее красивые длинные волосы, прям ниже попы. Такая она. Да, наши внуки молодцы. Где-то Лена молчит. До сих пор мне никто не звонит. Юля не звонит, я переживаю. Ну, ничего, сейчас зверху. Может, люди собираются, знаете, как сумки, то все, это сама собираются. Ну, чтобы родителям не надо едать. Да. Так, ну, что, мои хорошие, мы сейчас будем кушать арбузик и кукурузку. Потом вас еще найдем, договорились. Не теряйте нас, потому что мы целый день сегодня дома. Вчера было у меня три или четыре блока. Ну, еще забег, у нас сегодня забег был. Забег был, да. Еще один забег. Да, будет. После двух пойдем, заберем кофры. А вечером пойдем, будем снимать, как мы и будем крепить, да? Будем? Да, да, да. Мы пойдем к мотоциклу на стоянку, будем крепить боковые кофры. Вот, и, в общем, будем снимать. Все, ребятки, не теряйте. Мы с вами. Мы прощаемся. Ребятки, я вернулась с камерой к тому, что вам я говорила, заснять вот то место, где мы были. Видите? Коричневая. Коричневая крыша одна, коричневая крыша другая. Вот эта крыша, жилой дом. А под вот этой крышей мы сидели. Здесь кухня, здесь баня. Вон стоит бассейн, его отсюда видно, голубого цвета. Вот там мы сидели. Вот наш балкон, вот тот дом. Между домами мне Женька стояла, махала рукой. А вот там маленькая крыша, коричневая. Там уже мангалы. Бассейн, да, я же сказала, бассейн. Эти самые, как их, гамаки и все дела. Ну, в общем, вот таким образом люди. А вон там у нас хуторок получается. Он чуть-чуть правее, да. Правее, правее. Туда, Лена, правее. Я показала там стоянка, да. Тут все видно. Вот такие дела. Оригинально очень придумано. Здорово придумано, я считаю, что... Молодцы люди, молодцы. Я только за. Все, мои хорошие. Пошли мы дальше есть. А то мы оторвались вам снять и дальше кушать. Кто кушает, всем приятного аппетита.